МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Лидия Ахметова. Исан Миссис. Здравствуйте. Какой шикарный вид. Прекрасный национальный костюм. Здесь, я смотрю, вся моя зарплата поместилась за март месяц. Лидия Ахметова. Народная артистка Республики Татарстан. Профессор кафедры искусства народов по Волжье КФУ. Художественный руководитель отделения оперной и камерной музыки Татарской государственной филармонии имени Тукая. Лидия Ахметова родилась в деревне Янсурино Кайбетского района Республики Татарстан в семье учителей. С юных лет она увлекалась музыкой и танцем. Окончила вокальное отделение Казанского музыкального училища и факультет сольного пения Казанской государственной консерватории имени Жиганова. Профессионально владеет несколькими исполнительскими стилями. Лидия Ахметова является дипломантом и лауреатом многочисленных республиканских, всесоюзных и международных конкурсов. Автор музыки более 35 песен на стихи известных татарских поэтов. Еще одна из грани ее насыщенной творческой работы это созданные ею студенческие фольклорные ансамбли Салям, Яшляр, Эммет, Казан Казлара и Монглашишме. Лидия, что мы сегодня будем готовить? Сегодня мы будем готовить щумараша. Щумараша? Суп из щумара. А как, вот есть какой-нибудь перевод у этого блюда? Ну, мне кажется, суп из теста. Суп из теста? Это самая вкусная, самая быстрая пища на свете, так скажем. И очень полезная, вы знаете, это особенно в нашей деревне, это уже по традициям, это блюдо у нас готовят весной. Весной? Когда есть... Много теста? Нет, много. В общем, готовится это весной, когда такие побеги, молодые побеги к крапиве. Очень вкусно, очень полезно и очень быстро. Кстати, я в детстве помню, бабушка мне готовила часто суп из крапивы, ну, тяжелое было у меня детство, но очень вкусно, особенно, когда чуть-чуть сметанку добавишь. Итак, начинаем готовить щумараша. Итак, Лидия, с чего мы начнем готовить? Значит, мы сейчас возьмем... Так, у нас уже бульон есть. Да, бульон, бульон мы отварили. Бесной бульон. Можно из говяжьей, говядины можно из... Говядины, можно баранину, наверное. Можно, да. Сейчас тогда ты возьмешь мясо. И, кстати, уважаемые телезрители, заметьте, суп у нас, как вы сказали, из теста, а мясо при чем? Ну как, а суп же? А суп без гулёна никак не может быть. Да, конечно, конечно. Так, значит, мясо как мелко порезать, да? Да, не так мелко. Хорошо. Я займусь мясом, как настоящий мужчина. Так, а мне дай, пожалуйста, муку. Так, муку. Яйцо. Ага. Соль. Бода. Так. Раскал. Вот это вам домики и водичка. И водичка. Вот еще бараши, это какие народы готовят? Ну, знаете, мне кажется, в основном кряшина. Кряшина? Да, кряшина. Так как я в деревне выросла, в кряшинском деревне, у нас всегда вот Пасхи, вот весной, когда у нас вот как раз новые побеги крапивы, когда вырастут, да, вот и начинает вся деревня вот это готовить. Потому что она готовится быстро и очень вкусно. Праздник Пасхи у кряшин. У кряшин особо почитается праздник Пасха. Олакэн. Великий день. Перед праздником принято тщательно убираться в доме, стирать и шить к празднику новую одежду. Этот обычай именуется тамыр кирайту, тамыр тергезу. Усилить и оживить корни. Перед самой Пасхой у кряшин принято мыться и топить баню, чтобы встретить Пасху в чистоте. Существует у кряшин и обычай посадить на Пасху первого вошедшего в дом человека и дать ему яиц, чтобы потом курицы снесли много яиц. А в сам праздник обходить дома друг друга с пожеланием благополучия и традиционным приветствием. Христос Терлептерган. Христос воскрес. Щеннап Терлептерган. Воистину воскрес. Кто учил готовить вас, Лидия? Ну, Руслан, конечно же, в семье кто у нас? Мама, в первую очередь мама во всем помогает. И, конечно, старается, что если в семье дочка, чтобы она будущая хозяйка научилась готовить все блюда. И самое интересное, на всякий случай, мало ли там что в будущем, из крапивы научилась готовить, а лавашик все нормально. А если мясо будет, там из мяса уже и все умеют готовить. Правильно же? Да. Ну, а какие блюда мама у вас в детстве готовила? Значит, ковардма, так называется национальное блюдо. Ковардма, кузик мяк. Так, как у нас с тестом? Отлично. Вот сейчас сделаем колбаски такие. Колбаски? Колбаски длинные, тонкие колбаски. Так, ну, я продолжаю здесь сколдовать над мясом. Лидия, в апреле отмечается вот очень такой, можно сказать, даже великий праздник Пасха. Вот на Пасху, получается, крашеный готовит вот всегда это блюдо, да, у вас в деревне? Да, всегда готовится, потому что как раз весна же. В апреле месяц, как раз пиво, побеги, крапивы. Ну, у меня всегда Пасха ассоциировалась, это вот такие красивые яйца накрашенные. Да, само собой яйца. Друг другу все в гости заходят, вручают подарки и что-то сладкое еще готовят. Как это называется на Пасху? А, куличи. Куличи. Вы готовите куличи? Да, обязательно. Тоже из крапивы? Нет уж, из муки. Из муки. Из муки. Ну, а какие традиционные еще блюда есть на Пасху? Ну, куличи, большие, равновидные, пироги очень много, да. Да, потом каши разные, кто как любит. Угу. Вот, плов. Плов даже? Да, плов. На Пасху готовится плов? Готовится. А сейчас вот, Руслан, смотри, мы сейчас вот эту колбаску отрезаем. Ага. По сантиметру вот так вот. А, тут все вот так по сантиметру. Да, по сантиметру отрезаем. Вот, получается у нас вот такие... Квадратики. Квадратики. Что мы с ним делаем, раскатываем или так и оставляем? Так, оставляем пока, а потом уже все, когда готово, мы положим суп. То есть вот это перемещаем бульон и мясо тоже. Да. Кстати, мясо у меня готово. Давай, положи мясо, суп. Мы бульон разогреваем? Да, да, да. Лидия, вот как девушка, которая умеет готовить суп из крапивы, стала народной артисткой Республики Тарстан? Вот как вас потянуло творчество? Дома сидели, пели вместе с мамой песни? Ну, не только с мамой. У меня, значит, трое братьев. Две сестры, так скажем, две сестры. То есть у вас четверо у вас, да, в семье? Нет, шестеро. Шестеро? Да. У нас все поют, все танцуют и абразии играют на инструментах. То есть у вас можно ансамбль из семьи создать? Да, 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 можно. То есть и вот такая вот семья. А мамы тоже артисты получаются? Нет, они учителя у меня. Ну, деревня какой артист? Деревня либо на колхозе, либо учитель, либо учитель колхозный. Там других вариантов нет. У самих родителей, они, конечно, принимали участие всегда, всю жизнь. И, конечно, сцены их, когда оба. У меня мамы и соседи делили. Когда они в театре Галибану играли вместе общие. Тогда они познакомились. И то познакомились на сцене. Понимаете? То есть ваши родители познакомились на сцене? На сцене, да. С детства я пела, танцевала. И, конечно же, любовь к искусству, конечно, победила. И я поступила в музыкальное училище. Затем в консерваторию, а потом аспирантура. И пошло-поехало. Хорошо, пошло, я так вам скажу. Первый конкурс. И параллель после консерватуры я начала преподавать. Песню какую в детстве пели больше всего? Знаете, Ихам Шакиров пел вот такое красивое произведение «Челпан» про звезду. Написал Вадим Усманов. Вот эту песню я очень любила и пыталась петь всегда. Особенно я пела тогда, когда никто не слышал. Или в сарае просто. Но стеснялась, конечно, я не думала, что у меня получится так, как у Ихам Шакирова. Но с детства вот это любил, эту песню «Челпан». Прекрасное произведение. И сегодняшний день, конечно, она мало звучит, но с удовольствием поют. Это произведение, но редко, конечно. Ну, сейчас представьте, что вы находитесь в таком помещении, где никто вас не видит. Камер никаких нету. Я отключен на бульон. И Лидия сейчас с удовольствием, я думаю, исполнит. Давайте хотя бы маленький отрывок из песни «Челпан». Тем более никто ее, как вы говорите, давно не исполнял. Субтитры создавал DimaTorzok Браво! Рахмет! Действительно, давно у нас не звучало на студии, на нашей кухне вот такие красивые национальные песни. Рахмет, спасибо. Ну, а мы продолжаем готовить шумар аше, что в переводе означает «суп из теста». Хотя здесь очень много мяса, это немаловажно, и как мужчины говорят. Итак, бульончик у нас уже здесь закипает. Мы что-нибудь добавляем, кроме теста? Сейчас давайте, так как у нас нет крапивы, пока еще, так скажем, нет у нас молодой попеки крапивы, давайте можно сделать это суп из шумара. И из шпината можно из щавеля делать. Так как у нас сегодня... То есть вместо крапивы можно использовать либо шпинат, либо шавель. Сегодня мы используем шпинат. Давайте мы уже отреем его и положим суп в бульон. Такой приятный аромат крапивы от шпината. Как раз то, что нам надо. Как мы его будем производить? На мелкие-мелкие кусочки? На мелкие кусочки давай. Окей, хорошо. Так, раз. Мясо в воде, только листья оставляй. То есть корень удаляем? Да, удаляем. Отлично. Итак, у нас уже кипит бульончик. Мы, значит... Запах-то, запах. Запах-то, аромат. Аромат. Запах это по-русски, это вообще аромат. Аромат. Аромат наш, бульончик такой ароматный. Мы помещаем, значит, кусочки теста. Нет, сначала мы... Сначала? Да. Шпинат. Шпинат. Отрезали кусочком, да. Леди, вот в Европе, да, ценят, естественно, классическую музыку, оперу. А как вот у нас, в Татарстане? Знаете, вот именно, вот я хотела сказать, вот Австрия, Вене, там народ любит большинство, и они дорожат этим. Ага. Именно классическую музыку. И они очень культурные, народ очень культурный, очень воспитанный, между прочим. Итак, мы положили шпинат. Он немножко, я думаю, должен прокипеть. Да. Чуть-чуть вариться должен. Да, минутки три. Так, ну вот пропаганда классической музыки, она на самом деле же через гастроли проходит. Да. Вот как на сегодняшний день у вас гастроли, какие направления? Ну вот сейчас я занимаюсь именно пропагандой классической музыки, скажем, татарских, русских, зарубежных композиторов. И вот сегодняшний день мы выезжаем пока по республике, были и за пределами республики, вот недавно Чуваши, вступали в Шигарда, деревню очень, кстати, хорошо приняли. Все-таки думали, там, и шары, там, и деревня, может, не поймут классическое произведение. И, оказывается, для них это, особенно для молодых поколений, для них это, как скажем, новизна, ну, редкость, так скажем. И до такой степени хорошо приняли, мы с вами даже не ожидали. Они говорят, неужели бы еще есть такие голоса у нас в нашей республике? Есть такая музыка прекрасная, которая необыкновенно звучит по волшебному. Без фонограммы. Без фонограммы, фортепиано и наши певцы, певцы филармонии, аресты филармонии, это Алина Замальева, Регина Варева, Айрета Ямашев, Георгий Ибушев. Вот, так что, мы говорим, наш народ не любит. Если правильно преподносишь, сегодняшний день очень устали от фонограммы. Люди хотят уже, мне кажется, это дальнейшее время будет возврат, настоящей искусств, настоящей музыки, без фонограммы. Мы побывали в Нижекамске, в Илабе, Челнах, работали со школьниками, со школами. И, кстати, каждый школьник спрашивает, а как, что такое, как отличаются они ареи романса. Мы учебно-познавательные программы еще ведем, рассказываем, что такое романс, что такое информация, что такое, кто такой Сайдаш, кто такой Музафаров, Яхин Сайдаш. Потому что паром не знают и очень заинтересованы, и очень говорят спасибо огромное. Еще хлопать нам стоя, понимаете, в каждом городе так и Лавы вот так было, в Нижекамске было. И огромное спасибо говорят, и руководство, руководство каждого города поддерживало. Здесь у нас мясо. Бульон мы заранее посолили. Так. А теперь уже кладем щумар. Вот это называется щумар. Кладем? Да, все, все, все. Так, ну здесь вот примерно на 2,5 литра бульона. Давайте вместе. Видите, мы сколько сделали? 38 штук. Здесь на 2 литра примерно. Мы ровно посчитали. Ну, если это Пасха, 38. Если любой другой праздник, можно 46-48 штучек. Зависит от количества... Отдельно кладя, иначе они слипнутся. Отдельно? Так, ага. Подной, подной. Все, все, все. Давайте я буду мешать. Да, мешать надо. Так, так, не дай бог слипнутся они у нас. А есть еще вот щумаш. Щумаш? Щумаш это для... Для ленивок. Это для гостей, без мяса он готовится. А ленивок нет. То же самое. Но для ленивок, это значит, так же месит тесто. И просто не так. Колбаски не делают. А просто колбаски кидают туда? А просто кидают просто. Руками? Руками просто берут тесто и кладут так. Итак, уважаемые телезрители, мы продолжаем готовить щумар-аше вместе с моей гостьей Лидией Ахметовой, народной артисткой Республики Тарстан. Итак, Лидия, вот я думаю, супчик у нас 5-10 минут должен постоять, да? Да, да, пускай пока варится. 5-10 минут. А пока давай мы рыбу пожарим. Вот первый у нас есть блюдо, теперь давай пускай будет второй. Это самая моя любимая пища. Рыба? Я очень люблю рыбу. Я, кстати, несмотря на то, что вот все мужчины любят мясо, я тоже, кстати, больше люблю рыбу. Мы будем готовить, в данном случае, жарить филе тунца. Как говорят татары, тунца-туна, тумаса-тумы. Так, возьмите, пожалуйста. Давайте. Так, сковородочка. Итак, предлагаю вот вам наше филе тунца оболять в муке. Соль у нас тоже есть. Лидия, вы, кроме того, что вот занимаетесь пропагандой, можно сказать, классической музыки, вы еще и являетесь профессором Казанского приводского федерального университета. Да. Это, кстати, немаловажно. Не каждый, так сказать, можно сказать, не каждую программу нас посещают профессоры. Расскажите, пожалуйста, вот как вот это тяжело совмещать, а то эти студенты, гастроли. Ну, знаешь, это все взаимосвязано. Потому что все-таки студентов мы тоже привлекаем к этой петь классическим произведениям. И это их, наоборот, развивает, и ученые это помогают им. Ну, а как вот нынешнее поколение студентов? Какое оно? Знаете, в Ныче вот очень много талантливых ребят, которые пришли. Еще ведь у меня есть фольклорный ансамбль, который создался, еще был пятый университет у нас. А сейчас уже Казацкий федеральный университет. При университете у нас есть фольклорный ансамбль «Салям». Мы поем народные песни. Они уже многократно стали у меня лауреатами международных конкурсов. Мы съездили и на фестиваль, на конкурсы в прошлом году были. Они у меня выступали и в двух номинациях победили. Это дельфийские игры и фестиваль фольклорных ансамблей. Вот. И сегодняшний день мы изучаем наши традиции, обряды татарского народа. И поем, и, конечно же, выпустили CD-диск, совершенно новые, которые еще никто не исполнял. Это труды нашего ученого-фольклориста Геннадия Михайловича Макарова, который собрал по всему миру, так скажем, народные песни. И вот эти диски мы выпустили. Сейчас мы обваляем муке, чтобы она была у нас золотистой. Вот, с двух сторон, конечно. С двух сторон. Так. И потом положим. На сковородочку. С маслом. Потом соль. Сыпем соль. Смотрите, как оно. Сыпем соль. Туда же соль. Все, достаточно. На глаз. Ну, теперь уже... Так, и помещаем. Рыбу. Ах, какая красота. Ах. Ах. Ну, все. Рыбка у нас замечательно готова. Ага. Сейчас готова. И самое главное, я сохранил свой палец. Лидия, вот у вас такой шикарный костюм. Кто его исполнил? Расскройте мне секрет. Или по заказу модельер какой-то. Вот это вот полностью, вот это украшение делает мой муж, Ренатов Часмеков. И, конечно, вот это он все создал. Изучал сначала историю. Книги прочитал очень много. И, конечно, вот начал вот это все сделать. Это не только здесь еще. Тугареты, улыбки, серьги. То есть, сережки вот эти тоже, вот. Сережки. Браво. Чулпы, скажем. Хасите. Вот здесь еще не полный, у меня комплект. Они все дома. Ну, вот ансамбль, студенческий ансамбль. Ну, вот именно вот эти украшения, которые сделал мой муж. То есть, настоящая ручная работа. Настоящая ручная работа. Так, продолжаем мы жарить нашу рыбку. Видишь, как хорошо получается. Какая красивая корочка. Ну, можно еще сверху можно класть приправу рыбную. Рыбную приправу посыпать. Это по вкусу, по желанию. Так, мы сейчас еще раз перевернем. Вот здесь у нас. Да, рыбная приправка. Дорогие телезрители, вот он самый вкусный момент нашей программы. Вместе с нашей почетной гостьей Лидией Ахметовой мы приготовили целых два блюда. Первое это у нас... Шумараша. Шумараша. И на второе мы пожарили вкусную рыбку. Тунец в данном случае. Так, мы выкладываем. Вот такие три красивых вкусных кусочка получились у нас. Итак, предлагаю вам украсить с помощью овощей нашу рыбку. Ну, а я пользуясь случаем попробую. Вернее, попробуем мы вместе, а я... Вот такой вот у нас получился бульончик. Здесь и мясо, здесь и тесто. Так. Лидия, я думаю, можно добавить зелень. Зелень обязательно. Можно добавить зелень. А рыбу, конечно, едят с овощами. Рыбу с овощами. Так. Более питательная и полезная. Добавляем зелень. И как насчет сметанки? Сметана или можно катык. Можно катык, можно сметану. Да, деревья у нас, в общем, кушают катыком. Так, ну, а у нас в Казани, естественно, сметанки. Так. Шумараша. Приготовить мясной бульон из говядины или баранины, мясо остудить и нарезать кубиками. Из двух яиц, соли, воды и муки замесить не очень крутое тесто. Разделить на несколько частей, раскатать колбасками и нарезать небольшими кусочками. Промыть и перебрать шпинат, обрезать твердую часть стебля и порезать полосками. В бульон положить шпинат, довести до кипения и, постоянно помешивая, добавить чумар. Варить еще пять минут, подавать со сметаной или катыком и зеленью. Хорвата Дуслар, все у нас готово для того, чтобы пробовать наши блюда. Но у меня есть небольшая просьба, Лидия, вот в честь великого праздника Пасхи прошу вас поздравьте наших телезрителей не только словесно, но и какой-нибудь вашей любимой песней. Ну, сначала скажу несколько слов, и, конечно же, всех телезрителей поздравляю великим праздником православцев, православных. Желаю удачи, желаю крепкого здоровья, мира вашему дому, успеха во всем. Живите богато, живите очень преданно друг другу, живите любя друг друга. Самое-самое наилучшее вам. Спасибо, Рахмар. Ну и песню, прошу. Крашенскую народную песню я хочу спеть, и, конечно же, песня посвящается нашему великому празднику Пасхе. Песня гостевая, Тугай называется. Песня гостевая, Тугай, 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 Песня гостевая, Тугай, 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 Тугай. Песня гостевая, Тугай, 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 Тугай. Сейчас попробуем главный ингредиент. Это красивое тесто, шумар. Бесподобно вкусно. Если вы еще этот кусочек теста закусите кусочком мяса, который плавает рядом, получается очень вкусно. Уважаемые телезрители, реально вкусно, потому что там есть мясо. Так что готовьте суп, естественно, с мясом. Ну, это как мужчины я говорю. Ну, а сейчас предлагаю попробовать репку. Давайте. Я порежу вам кусочек. В общем, вкусно. Мне понравилось. Сейчас профессионал. Что могу сказать? Ну, не сухо, что самое главное, и полезно, правильно? Да, очень полезно. Жареная рыба. Готовое рыбное филе посолить, обвалять в муке, хорошо разогреть сковороду, добавить масло, выложить рыбу и жарить с двух сторон до готовности. Прекрасные блюда мы приготовили вместе с народной артисткой Республики Тарстан Лидией Ахметовой, Сызга Бигзур Ахмет. Вам за это большое спасибо. Но у меня для вас тоже есть небольшой подарок от кухонной студии Марии. Вот такой вот красивый фартук вам подарок. Спасибо. Бигзур Ахмет, Сызга, до новых встреч. С вами был ваш любимый кулинарный шоу «Секреты татарской кухни». До новых встреч, Дуслар, Ахмет. Я все-таки рыбку поем. Я все-таки рыбку поем.